Алексей Власенко за всю жизнь сдал более 50 литров крови. Звание почетный донор для него лишь формальность. Главное помочь человеку, которому без его крови не обойтись. Когда-то мужчина спас жизнь маленькой девочки. С тех пор свой статус подтверждает каждый месяц. Но сегодня, чтобы поделиться здоровьем, мужчине пришлось немного подождать. В моей жизни был случай, просто реально девочку спасли. За счет доноров, за счет всех, кто приходил, ее просто вытащили с того света. Ей было 8 лет, и сейчас ей уже 18 лет. Я поддерживаю с ней контакты, и она все, жива-здорова. А вот Анастасия сдает кровь в 35-й раз. Таких, как она, называют донор по звонку. Девушка приезжает на станцию переливания, как только ей позвонят. Ведь в вопросах жизни каждая секунда на счету. Началось с того, что в студенчестве я вместе со своими всеми сокурсниками пошла. Я здесь жила недалеко. А потом однажды позвонили и сказали, что мальчику нужна моя группа крови. И я пришла сразу же. Своеобразный ажиотаж желающих сдать сегодня кровь врачей абсолютно не удивляет. Дефицит доноров уже в прошлом. В обычные дни сюда приходит до 80 человек, что почти в половину больше, чем, к примеру, 3 года назад. Сегодня в год в лечебные учреждения выдается более 10 тысяч литров компонентов донорской крови. Для того, чтобы столько крови заготовить, чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми компонентами, ежегодно сдают кровь более 24 тысяч человек в Приморском крае. По итогу ежегодного национального дня донора специалистам станции переливания крови удалось собрать свыше 82 литров, приняв 164 донора. Далее весь собранный материал отправят по больницам Приморского края. Дарья Панченко, Елена Горбова, Александр Бортовщук. Новости на 8.